Он учил школьников работать в технике многослойной акварели. Занятия проводились в студии и на пленэре. Для пленэра знаменитый художник выбрал необычное место – каньон Драконья Пасть, который находится в горах по пути в Красную Поляну. У учеников был широкий выбор фактуры – горная река, цветы на берегу, старый мост и отвесная скала. Я думаю, что это как настроение и передача своего эмоционального состояния, это природа, все-таки ты взаимодействуешь с природой. И акварель – это и быстро, и красиво получается на самом деле. Да, и с ней можно всегда на природу выезжать. Это не гуашь, это все гораздо проще, но интереснее. Интересная работа ждала ребята в студии. Им предложили написать большую рыбу на морском песке. Сергей Андреяков владеет уникальной техникой многослойной акварели. Белый цвет он не использует вовсе. На светлые участки картин наносят не более двух слоев красок. А вот на темные переходы – неограниченное количество слоев, чтобы добиться точного выражения цвета. Во-первых, акварель – дисциплина. Это первое. Это очень серьезная дисциплина. Здесь нельзя ошибаться. Здесь надо делать все точно. Второе. Между акварелью и маслом в свое время, я имею в виду 18-е, начало 19-го века, вообще в технике никакой разницы не было. Просто мы об этом мало чего знаем. И хотелось бы дать многое для ребят просто в плане живописи. А акварель здесь, ну это как материал, как удивительный материал, в котором очень много цвета, света, прозрачности. Некоторые ребята признали, что только после мастер-классов по-настоящему полюбили технику акварели. Сергея Николаевича я знаю по его работам. На самом деле его техника, как бы живописи, ну привлекает вообще красиво. Не знаю, я не знаю, почему даже мне полюбилось больше рисовать акварелью, но вот карандаш – это не мое. Люблю красивые тона. Раз я занимаюсь рисовать, значит, я могу считать себя творческим человеком. Я, скорее, тогда, получается, на окружающий мир смотрю с более творческого взгляда. Замечаю мелочи, скорее всего. Например, красоту могу видеть. В вещах, которые простые. Вообще, чайник ржавый или там подушка валяется. Вроде кто-то посмотрит, ну бытовые вещи, ну что в них красиво. Более 30 школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Республики Башкортостан, Новосибирска и Ростовской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Республики Татарстан приехали обучаться художественному искусству в апреле в Сириусе. В течение смены с ними будут заниматься еще несколько художников-педагогов. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова